Жадно поедают все Российский способ остановить глобальное потепление Жадно поедают все Российский способ остановить глобальное потепление Восемь часов иллюстрация РИА Новости Алина Полинина Deposit Photos, CC0 В Тундрастепе Иллюстрация РИА Новости Алина Полинина Deposit Photos, CC0 Москва, 14 мая РИА Новости Татьяна Пичугина Вечную мерзлоту в Арктике можно спасти Если превратить северную тундру в мамонтовую степь Устойчивую к изменению климата Такой эксперимент проводят в Якутии И ученые оценивают результаты положительно В климатической ловушке Трамп вышел из Парижского соглашения Принц Гарри не спит ночами Климат потихоньку меняется Наша цивилизация тратит сотни миллиардов долларов На борьбу с потеплением на зеленые технологии Отказ от угля И готова тратить еще больше Если послушать мировых лидеров Начинает доклад биолог Сергей Зимов Основатель плейстоценового парка в Якутии Ученый прилетел на конференцию Криосферной Рибусы в подмосковной Пущино С готовой концепцией спасения Если не всей планеты, то хотя бы Арктики По его словам, сейчас внимание научного сообщества Приковано к этому региону Поскольку там нагрев происходит гораздо быстрее Это коснулось и вечной мерзлоты самого консервативного типа грунтов На который приходится порядка 70% территории России 7 октября 2018 года 8 часов Планета поджарится или утонет? Климатологи готовы рассказать правду Снежная баня Косвенные признаки деградации вечной мерзлоты Заметили давно Провалы грунта, оползни, образование новых озер Разрушение сооружений и жилых зданий Изменение береговой линии Прямых же доказательств в масштабе планеты не было Лишь в этом году международный консорциум Впервые представил данные по температуре Вечной мерзлоты по всему миру Авторы исследования сравнили замеры в 154 скважинах в разных частях света Выполненные в 2008-2009 годах и 2015-2016 годах Выяснилось, что температура выросла везде Даже в самых холодных регионах Таких как северо-восток Сибири Станция на острове Самэлова Вечная мерзлота очень медленно реагирует на изменения климата За короткое лето успевает оттаять только верхний слой Толщиной от десятка сантиметров до двух-трех метров Затем наступают холода Землю покрывает снег Проблема, однако, в том, что чем теплее в Арктике Тем мощнее снежный покров и сильнее теплоизоляция Под толстой снежной шубой грунт может не замерзать и продолжать таять 16 января, 19 часов Вечная мерзлота нагревается по всему миру Выяснили ученые Пришла беда откуда не ждали По словам Сергея Зимова Дополнительным драйвером таяния вечной мерзлоты выступают спящие в ней микробы Они просыпаются И поскольку 30 тысяч лет ничего не ели Жадно потребляют все Выделяя парниковые газы Их жизнедеятельность разогревает вечную мерзлоту Отмечает докладчик И рассказывает об эксперименте с двумя насыпями в тундре Одна из бедной микробами лесной почвы, другая из богатой луговой К началу зимы первая промерзла на полтора метра, вторая всего на 30 сантиметров Исключительно за счет микробной деятельности Если полуметровая почва, нагрев не чувствуется, если более двух метров мерзлота может таять сама собой Ее только один раз разогреть и дальше уже не остановить, утверждает он Лишившись вечной мерзлоты, Арктика превратится в болотистую бугристую территорию Где невозможна хозяйственная деятельность Это так называемые Badlands Северо-восток российской Арктики пострадает особенно сильно Поскольку верхние 30-40 метров сложены особым видом грунта и домой Наполовину состоящей из льда Ее деградация оставит гигантские провалы Просто уничтожит поверхность тундры Фото, Алексей Курила, информационное агентство Сака Ньюз Ученые в Плистоценовом парке измеряют мощность оттаившего слоя и дома своего рода климатическая бомба В ней хранится 400-500 миллиардов тонн углерода, что в три раза больше, чем во всех тропических лесах планеты При содействии оттаивших микробов этот углерод окажется в атмосфере в виде СО2 Или метанно-сильнейших парниковых газов Самые большие запасы богатой органикой едомной почвы и на северо-востоке Якутии К счастью, это самый холодный район Среднегодовая температура там минус 6-8 И мировая общественность была спокойна Мол, если начнет таять, то в конце века, пусть наши дети разбираются Продолжает зимов Однако факты говорят обратное Температура воздуха поднялась на 3 градуса По словам ученого, снежный покров в этих местах увеличился вдвое и его отепляющий эффект резко усилился Почвы нагрелись на 8 градусов Для сравнения, в Подмосковье на 1 градус Оттаивший летом активный слой почвы за зиму не успевает весь замерзнуть Исследователь полагает, что концентрация CO2 в последние два года повышается за счет таяния вечной мерзлоты Иллюстрация РИА новости Источник – доклад Сергея Зимова Потепление воздуха влечет за собой увеличение влажных осадков Толщина снежного покрова растет Это еще сильнее провоцирует таяние вечной мерзлоты Мамонтовая степь без мамонтов Мировое сообщество борется с изменением климата Сокращением промышленных выбросов парниковых газов Зима всомневается, что это эффективно Даже если все фабрики остановим Таяние вечной мерзлоты не остановить Судя по всему Микробы уже проснулись Констатирует он Чтобы спасти вечную мерзлоту Нужно в два раза уменьшить снежный покров Но как? Ученый предлагает трансформировать северную тундру в мамонтовую степь Эта экосистема в Плестоцене и Галоцене распространялась на большую часть Евразии и Северной Америки От Испании до Канады От Арктических островов до Китая 15 января 2018 года 8 часов Гигантские вирусы Какие существа скрываются в вечной мерзлоте? На каждом квадратном километре обитали как минимум один мамонт, пять бизонов, восемь лошадей, пятнадцать оленей, а также овцы беки, шерстистыны сороги, сайгаки, олени, снежные бараны, лоси, пещерные львы, волки и росомахи Это была очень продуктивная экосистема, способная прокормить огромные стада крупных копытных и хищников Благодаря большой численности животных растительность выедалась подчистую Только быстрорастущие виды могли конкурировать, а снег утаптывался Степь была покрыта злаками и травой с длинными корнями, тянувшими воду с большой глубины Почва была гораздо более сухой, чем сейчас В таком состоянии мамонтовая степь существовала минимум три десятка тысяч лет, пережив не одно изменение климата Около десяти тысяч лет назад климат потеплел, ледник отступил, что позволило человеку проникнуть на север Люди начали охотиться на мамонтовую мегафеону и очень быстро сократили поголовье травоядных Нетронутые травы сохли, почвы постепенно заболачивались Обширные степные пространства уступили место непроходимой тайге, болотам и тундре Иллюстрация РИА новости Источник OpenStreetMap Плейстоценовый парк расположен в Низовье Колымы на территории Вечной Мерзлоты В 1996 году он инициировал уникальный научный эксперимент в Низовье Колымы На огороженную территорию в 50 гектаров завезли якутских лошадей, лосей, северных оленей Через 10 лет парк расширился до 2000 гектаров, и там поселили овцебыков с острова Врангеля, зубров из Подмосковья, яков, калмыцких коров, овец с Байкала По словам ученого, животные естественным образом устраивают пастбище Мух заменяется на злаки и травы, почвы осушаются В 2001 году сотрудники парка освободили один из участков от слоя мха, чтобы спровоцировать таяние вечной мерзлоты Пустили туда животных и наблюдали за изменением среды обитания Уже пусть неровное, но очень продуктивное пастбище Все быстро зарастают травой, рассказывает Зимов Он уверен, если организовывать аналогичные парки в других частях тундры, особенно там, где нарушены почвы, деградацию вечной мерзлоты можно замедлить Летом животные будут на подножном корму, а зимой утаптывать снег, чтобы достать траву, таким образом убирая одеяло, греющее землю В итоге, по оценкам исследователя, температура вечной мерзлоты понизится на 4 градуса 27 июня 2011 года, 16-24 Через 100 лет в Якутии может сформироваться популяция зубров Зубры, завезенный в Плистоценовый парк в Якутии из Подмосковья в апреле этого года К началу следующего века могут сформировать самую северную в мире популяцию этих животных Сказала Рия Новости, заведующая центральным зубровым питомником Приокско-террасного государственного природного биосферного заповедника Наталья Трибаганова Субтитры создавал DimaTorzok